Я просто поделюсь коротко об одном месте Писания, расскажу своими словами. Это то, что положилось мне на сердце. Это рассказать о том, что Иисус Христос решил посетить Иерусалим. И когда Он решил посетить Иерусалим, сначала Он пришел туда тайно. Сказал, что не придет тогда, а потом пришел тайно. И потом Он решил посетить Иерусалим открыто. И это было как притеча того, что произойдет однажды в наших городах, когда Иисус посетит наши города открыто. Он показал, как слава Божия будет входить в города. Он продемонстрировал это на Иерусалиме. И хотя потом через несколько дней Его вели на Голгофу, бия кнутами, плея на Него, злословия Его, и распяли на Голгофе за городом, но Иисус вошел за несколько дней до этого, с великой славы. Он продемонстрировал, как Иисус войдет. Но есть одна вещь. Иисус не шел пешком. Он ехал на молодом ослике. И вот этот герой, мой герой, этот молодой ослик, это то, о чем я хочу сейчас вам сказать, что ему нужен ослик. Он не наехал на белом чистокровном скакуне. Он бы мог войти, заехать даже на красном драконе с ноздрями, с огнем из ноздрей. Он бы мог родить его из камня и заехать так. Но Иисус взял, поднял ногу и залез на вот такого маленького осла. Человек всегда смешной, когда он на осле едет. Вы видели, как? Вы видели, я помню, мы на осле, там, границу, где переходили с Узбекистаном, я на осла залез. Он просто тупо подошел носом, встал в стену вот так, в стену, и просто стоял. Я выглядел очень смешно. Это просто, ну, ты начинаешь его, ну, толкать, мотивировать. Он не поворачивается. Он просто решил стоять носом в стену. Человек всегда смешной, когда он едет на ослике. Иисус решил выбрать ослика. Я этот ослик. Я хочу быть этим осликом. Молодым, простым осликом. Говорите, как хотите. Как хотите, обзывайте. Но если на мне едет Иисус, бейте, обзывайте, плюйте. Я поблагодарю вас. Потому что все, что меня интересует, это чтобы на моей спине сидел мой Иисус. Молодой ослак. Не бойся, Чельсионова. Все царь твой грядет, сидя на молодом осле. Сейчас пока не показываю, но подожди. Мы были как-то в Киргизии. Был Эдик, Энесса была, и там братья. И мы пошли на гору, и с братьями, кто-то с Азии, мы высвобождали крик на горе. Там в Киргизии, в этом город, Бишкеке, город, ну, давай, напоминай. Поднимаешься, там, и был снег, по-моему, там снежный, был снег. И мы кричали. Братья некоторые высвободили крик, и мы просто поднялись на гору, и кричали, как львы. Это была, ну, лучшая молитва. Иногда, когда не знаешь, как молиться, просто с братьями прорычать дух. И мы высвободили этот дух. И потом на машинах стали спускаться вниз. И вдруг мы увидели, стоит молодая, ой, не знаю, молодая, не молодая. В общем, ослица и ослик, пока не показываю, не показываю пока. И ослик прыгает и балуется рядом с мамой. Мама ничего с ним не может поделать, потому что сын балуется. Но вы мамы знаете. Она уже все нервы измотала. А он просто прыгает вот так вот носом вперед, задом, и скачет и прыгает. Мы остановились. И вдруг я почувствовал, что надо остановиться. Мы остановились, открыли окно, и я стал наставлять. Сошло помазание, которое я никогда не чувствовал раньше. Я сказал, эх ты, ослик, ну, что ты делаешь? У тебя мама стоит. Она стоит, вот слушает, вот смотрит на нее. А ты так вот ведешься, ну, что ты балуешься? Они раз, мама сразу. Погла себе раз на него. Видишь, уже тебе говорят. Существа. Существа говорят. И они поняли, что это мы кричали. Я увидел в глазах их, что они поняли, они нас изучали. Они подумали, у них такой крик. Это же боги. Боги спустились с нам в человеческом обличии. А он стал, у него чувство вины стало расти, и он стал голову пускать и становить из-под лоби виноватый. Там конкретно было чувство вины. Он говорит, вот, вот видишь, вот будь хорошим теперь. И вот они, ну-ка покажи. Вот. Посмотрите, вот мама, они, это мы в открытое окно фотографируем, прямо вот рядышком, вот, когда ударник. Они долго, минут пять, наверное. Долго мы с ними, мы наставляли, я его наставлял, наставлял, наставлял. И ее наставлял. Говорит, у тебя сынок там все. А его наставлял. И вот он виноватый стоит. Говорит, смотрит на нас. А я его укоряю. А мама радуется. Так вот Иисус избрал вот этого парня. Боловливого. Вот он его избрал, но чуть-чуть тот постарше был. Потому что этот сильно маленький, как овчарка. И он на него сел. Представляете? И поехал, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так долго на нем ехал в Иерусалим с горы. И произошло движение. Вы представляете? Произошло движение. Они стали постелать одежды. Они стали махать пальмами, ветвями и кричать. Что-то стало высвобождаться. Асанна благословен грядущего имя Господне. И как исполнилось Писание, Се царь твой грядет на молодом осле. И я хочу сказать вам, Иисус сам не придет. Он даже придет с облаком свидетелей. Но в наши города Иисус не заходит, потому что ему нужен вот такой ослак. Вот этот вот осличок. Я так хочу быть этим молодым осликом. И я смотрю на ослов. Но не сейчас. Смотрю на ослов, И я восхищаюсь, что Господь избрал ослов. Вы понимаете? Ослица Валаама. Она такую премудрость высвобождала. Она говорит, я когда... Помните, как она с ним говорила? Вопросительным образом. Она его наводила на хорошие мысли. Это не свойство на ослице. Она говорит, когда я тебе служила раньше, когда-нибудь я себя так вела или нет? Вы знаете, это как где-то уровень университета, что ли. По психологии. Да, ребята? Ну, как бы выводить тебя на чистую воду. Она говорит, нет. Она говорит, почему ты сейчас меня бьешь? Это ослица так разговаривала с ней. И вот Иисус продолжает в Новом Завете избирает себе осленка, чтобы объехать наши города. И я просто сегодня сильно благословился от этого слова. И я подумал, Господи, как я хочу быть твоим осликом. Смешной. Вот такой вот нелепый. С большими ушами. И так это медленно, так смешно Иисус выглядит и просто едет, цокает на молодом осле так долго в Иерусалим. Пешие уже мучаются за ним идти. Он очень медленно идет. И Иисус визжает, и такая слава. И камни бы возобили. И дети начинают кричать. Весь Израиль пришел в движение, весь Иерусалим. Дети кричат, ассанно восклицают, поют. И ученики дивы даются, что это? Это Иисус нашел ослика. Пусть Господь сегодня найдет нас. Но одна вещь, на которую никто не садился. Я хочу пожелать вам всем, особенно молодые христиане, любые христиане, старые христиане, сбросьте с себя то, что на вас сидит, кроме Иисуса. Сбросьте с себя бремя, которое на вас село. Наверняка это какая-нибудь гингема или бастинга. Какая-то, ну, нехорошая вещь. Если что-то сидит, кроме Иисуса, это паразит. Даже если вы его любите. Потому что сыны царства свободны. А молодые христиане, не позвольте сесть на вас никому, кроме Иисуса.